Ну, случайно, чем дольше живешь, тем меньше видишь. Поэтому я считаю, что не случайно так получилось, что когда-то 10 лет назад Академик Семиглазов, замечательный ученый, вместе с Мариной Борисовной Стениной одобрили и, в общем-то, дали в определенной степени зеленый свет этой инициативе в рамках Российского онкологического конгресса, поддержанной Сергеем Алексеевичем Тюляндиным, который, в общем, не понаслышке, так скажем, был знаком в тот момент и как-то с воодушевлением воспринял эту инициативу. Вы знаете, я не могу, естественно, будучи изнутри, судить по результатам, которые мы за это время достигли. Я могу сказать только, что у нас сформировался достаточно приятный, продуктивный коллектив единомышленников, которые встречаются вот каждый год, делятся своими достижениями, какими-то сомнениями, какими-то, так скажем, новеллами, появляющимися в этой области. И онкология, с моей точки зрения, и с точки зрения профессора Зырянова, который об этом уже тоже говорил, является, наверное, одной из самых таких болезненных точек для системы здравоохранения, потому что ресурсы, которые расходуются для лечения онкологических пациентов, колоссальны. Понимать, как их расходовать, ну, я не могу сказать, что только в нашей стране, наверное, во всем мире не все еще, так скажем, подошли к каким-то совершенно конкретным решениям. Вот. Но мы следим, мониторируем, как бы, эту ситуацию, и по мере сил, я считаю, пытаемся ее каким-то образом адаптировать для отечественного здравоохранения. Поэтому вот этот лозунг, который вы видите на экранах, больше, чем онкология, я считаю, что он как раз в первую очередь применим именно для нашей секции. Я теперь немножко хочу, так скажем, преамбулу определенную внести по поводу темы своего доклада. Вы знаете, я чувствую, что немножко, так скажем, ситуация после некоторых докладов, она в политическую сторону стала смещаться. И думаю, что мы просто сейчас, чтобы немножко умереть страсти, поговорим о таком более-менее предметном и, на мой взгляд, крайне актуальном вопросе, как госпитальная оценка технологии здравоохранения, потому что я являюсь ее таким последовательным апологетом в течение всего своего, так скажем, жизненного пути, профессионального. Как-то я не знал, как оно правильно называется, но теперь уже знаю. И хотел бы, чтобы то, что на самом деле, с моей точки зрения, в сухом остатке востребовано практическим здравоохранением, сейчас формулируется именно как госпитальная оценка технологии здравоохранения, потому что она позволяет в короткие сроки, используя весь тот инструментарий, который используется специалистами и экспертами, положить в основу для помощи, так скажем, лицам, принимающим решения, принимать эти решения взвешенной на какой-то более-менее понятной научной основе. Отдельно хочется отметить, что это выступление, этот доклад, он сделан в кооперации с сотрудниками профессора Колбина. И мы надеемся, что не только встречи, так скажем, в нашем формате являются, ну так скажем, определенным знаком, но вообще я расцениваю эту площадку как возможность именно кооперации людей, которые занимаются определенным направлением, и имеется возможность всегда, так скажем, друг друга как-то поддерживать. Ну вот, в частности, с Юлией Михайловной Гоман. Значит, ну, для тех, кто в этом зале впервые и не так часто сталкивается, естественно, будет немного преамбулы, да, по поводу оценки технологий здравоохранения, что это такое, естественно, для того, чтобы понимать, что такое госпитальная оценка, нужно понимать, что существуют и какие-то другие, в частности, существуют национальные, региональные уровни. И само по себе госпитальная оценка технологий, это, как следует из ее названия, это проведение оценки в контексте конкретных учреждений здравоохранения для принятия их руководителями управленческих решений. Это сейчас уже как бы отфиксировано и задекларировано системой Адопта, это европейский проект, включающий порядка 10 организаций. Которые, ну, в рамках, так скажем, рабочей программы предлагают определенные решения, с которыми я вот сейчас попытаюсь вас познакомить с тем, чтобы консолидировать те, так скажем, тенденции, которые в этом направлении сформировались. Отдельно хочется сказать большое спасибо сразу же профессору Криссонсону, который является, в общем-то, ну, с моей точки зрения, именно инициатором появления госпитальной оценки. Более того, его первое руководство, написанное уже более 10 лет назад, по-прежнему остается актуальным, потому что оно, в отличие от многих других, написано было врачом для врачей. Не экономистами для экономистов, а врачом для врачей. Вот, поэтому мною воспринимается намного более, так скажем, доступным, и мы с профессором Колбиным проводим сейчас работу по завершению, уже практически завершили, по переводу нескольких руководств, одно из которых включает вот непосредственно госпитальную оценку, а другое, как бы, это более, это его предшественник, это публикация как раз профессора Криссонсона, это руководство по оценке технологий. Ну, причины развития, собственно, мной уже были озвучены, потому что она позволяет, в первую очередь, дать быстрый ответ на поставленные вопросы, применимо к конкретным условиям конкретного стационара. К сожалению, все понимают, зачем она нужна, да, но при этом понимаем, что есть определенные ограничения, в частности, что стандартов какой-то госпитальной ОТЗ в текущий момент в Российской Федерации не наблюдается, хотя есть и запросы остальных руководителей, и появление постоянной новых технологий, тем более в онкологии, и, безусловно, ограниченный бюджет наших учреждений. Для примера, вот мы приводим такое исследование наших испанских коллег, когда экономические последствия внедрения госпитальной ОТЗ, на примере анализа 23 исследований за 10 лет, позволили сократить расходы на 4 миллиона евро и не потерять 13,5. Я считаю, что это, в общем-то, достаточно серьезные цифры, которые позволяют сделать вывод о том, насколько значима на самом деле в этой ситуации тема, которую мы обсуждаем. Ну, история ОТЗ, она такая достаточно, в общем-то, молодая, начиная с 1972 года в Соединенных Штатах, постепенно распространившись по миру, она, в общем, в текущем моменте представляет собой целую сеть, вот европейскую, да, и целого ряда других стран, которые используют эти методики. В госпитальной ОТЗ, она еще помладше, и начиная с 1982 года ведет свою историю. И европейский проект по оценке технологий на базе стационаров, финансируемый ЕС, он появился буквально последние несколько лет. Ну, собственно, в модели госпитальной ОТЗ, вы видите на экране, существуют определенные макро- и микротренды в развитии госпитального ОТЗ, в частности, вот характеристики отделения, да, где это может проходить, они зависят от определенных нормативных актов и уровня квалификации сотрудников. Собственно, правильным, наиболее правильным, наверное, и эффективным способом реализации это интегрированное и специализированное отделение. Вот. Ну, существуют и микротренды, да, которые определяют руководители учреждений, которые ограничиваются там профессиональным опытом сотрудников, их занятостью. Как известно, значит, процесс внедрения технологии проходит в несколько этапов, и вот предварительный анализ необходимостей и оценка возможностей стационара необходимых закупок как раз лежит в сфере деятельности вот такого интегрированного отделения. Ну, одним из микротрендов является качество и прозрачность результатов распространения отчетов и оценка влияния этих отчетов на работу отделений. Ну, как вы видите, не всегда это происходит, но, тем не менее, это рекомендации, которые в руководстве прописаны. Существует несколько типов отчета госпитальных ОТЗ, так называемые мини-ОТЗ, предварительный отчет, медико-экономический анализ, полуэкспресс-анализ, систематический быстрый обзор и оценка лекарственного средства. Ну, возвращаясь к теме, на каких уровнях происходит оценка технологий, можно сразу сказать, что существуют определенные варианты взаимодействия этих уровней между собой. Ну, и, в частности, влияние госпитальных оценок на национальные, региональные и наоборот. Приводятся определенные цифры перед вами о том, как происходит обмен этой информацией. Это не только обмен документами, но это и возможность формирования панелей экспертов и обмен экспертными данными и госпитальными, то есть то, что позволяет в конечном итоге приходить к какому-то согласованным цифрам. И пониманию, в каком направлении имеет смысл двигаться. Ну, есть показатели успешного сотрудничества области ОТЗ между госпитальными и национальными подразделениями. Вот это сотрудничество с точки зрения проведенного анализа, оно увеличивает пользу в поддержке управленческих решений в стационарах, повышает прозрачность принятия решений по внедрению и закупке технологий, повышает безопасность пациентов, повышает уровень признания пациентами технологий, способствует укреплению равенства в обществе, способствует инновациям и клиническим исследованиям. Ну и выводы, которые можно из этого сделать. Целью госпитального ОТЗ является все та же поддержка управленческих решений, субъектом является любая медицинская технология, ну, в условиях стационара, естественно, это в первую очередь лекарства и медизделия и формат, как я уже говорил, от независимой группы до формализованного, интегрированного отделения. Собственно, так выглядит схематический проект АДОПТА, то есть, как вы видите, вот порядка 10 стран, 10 организаций задействованы были в его реализации и продолжают быть задействованы. К сожалению, вот те отчеты, которые можно разыскать на сайте, они не позволяют с ними ознакомиться в полномасштабном объеме, то есть, войти в эти базы данных достаточно затруднительно, и это один из моментов, которые нам хотелось бы обсудить, возможно, в неформальной обстановке с профессором Кристенсеном, потому что сегодня это уже становится, так скажем, для нас достаточно интересной и актуальной проблемой, а хотелось бы, чтобы мы могли тоже принимать какое-то участие во всех этих, в развитии этих тенденций, направлений. Это их адреса, адреса тех организаций, которые на сегодняшний день являются, в общем-то, основными исполнителями и участниками. В завершении я, естественно, хотел бы пару слов сказать о том, как мне лично видится развитие этой системы в рамках университетских клиник, потому что университет сам по себе, любой медицинский, предполагает именно универсальность, то есть он поэтому и университет, где наука имеет практически прямой доступ к клинике. И, соответственно, все новые, так скажем, тенденции, заслуживающие внимания, могут быть реализованы в рамках университета. У нас есть определенная инициатива, с которой мы вышли к руководству, в частности, университета имени Мечникова, с тем, чтобы сформировать функциональный центр, ну, чем функциональный центр от отделения отличается тем, что это виртуальное образование, безусловно, не требующее, так скажем, дополнительных затрат со стороны руководства университета, но в которое вовлечены, так скажем, определенные заинтересованные специалисты, с тем, чтобы, сформировав вот этот функциональный центр, ну, попытаться организовать в рамках университета такой проект, как госпитальная оценка технологий, с тем, чтобы в дальнейшем можно было это не только внедрять в рамках одного университета, но и используя кооперативные связи, имплементировать в рамках, масштабировать в рамках нескольких организаций, многих организаций, может быть, всей страны. Вот. Таковы наши планы. Я не знаю, сбудутся они или нет, но надеюсь, что в том числе с помощью присутствующих здесь коллег мы будем двигаться в этом направлении. Ну, дальше он меня не переключает, поэтому спасибо за внимание, я вам скажу устно. А, все, получилось. Спасибо большое. Спасибо.